Мнение о том, что приюты для кошек и собак сущие тюрьмы, звучит не так уж редко в обществе, но многие убеждены, пока это единственный способ убрать с улиц безнадзорных животных. Однако участники регионального проекта «Город собак» считают иначе. Можно и нужно решить сразу две проблемы – избавить четвероногих от скитания и послужить их помощью на благо Отечества. В этом году создатели проекта получили грант от Федерального фонда. Вот у нас с одной собаки все и началось. А сейчас служит в МГБ Донецкой Народной Республики. И мне не стыдно это говорить. Он работает. Он работает в МГБ. Он ищет наркотики на пункте пропуска. А еще благодаря положительному влиянию питомцев на развитие детей появилось направление канистерапия. Это метод реабилитации ребенка с помощью специально обученных собак. Испанская водяная собака, да, не боится, ныряет, купается, может везде купаться. Несмотря на породу, несмотря на возраст, на рост, собака может работать, собака может общаться с особыми детьми, собака может приносить радость. То есть особое место собаки в нашей жизни. Дрессировка собак – целая наука. Особенно популярны современные подходы к обучению животных. Например, кликерная дрессировка. Это метод, при котором собака учится и трюкам, и при лежании посредством кликающего звука. Однако до сих пор в почете и традиционной команды «Дай лапу, голос» рядом. По словам организатора проекта, такие мастер-классы – повод не только привлечь внимание к проблеме бездомных животных, но и научиться всем миром. И главное – гуманно ее решать. Юлия Михайловичева. День в событиях.